Я сегодня надела куртку, уже такая, знаете, нелёгкая, стёганая. Симпатичная, правда? Она тёмно-синяя и у неё подкладка обычная, ну такая, знаете, ну как у всех курток. А вот капюшон, капюшон такой металлический. Помните, я хотела купить куртку всю вот такую вот блестящую металлическую? Ну, Александр мне отказал, говорит, будешь как космонавт, ненужный тебе. А мне она понравилась, я в ней такая светленькая вся была, классно. У этой куртки два кармана. Ну, в общем, тёплая, хорошая куртка, мне нравится. И она, знаете, как вот она закрывает прям попу, попу закрывает совсем. Сегодня у нас начинается влог. И вы, конечно, вместе со мной. Я надела вот такую вот водолазочку. Она у меня голубого цвета. У меня есть голубая, коричневая, малиновая. И я её покупала в любимом васильке, интернет-магазин. Знаете, очень приятная. Я покупала, по-моему, две одинаковые. Одна у меня лежала, вторую я носила. И вот это то, что я носила. Она не растянулась, не потянулась, не полиняла. Прям именно цвет василька. Красивый очень цвет. И подходит замечательно серьги. Когда вот надеваешь, очень гармонирует. На улице у нас не очень приятная погода. Знаете, такая хмуренькая. Но мне кажется, она по всей России такая. И даже знаю, что мне девочка писала с Украины. Говорит, у нас на Украине такая же погода, Светлана, как у вас в Саратове. Такое впечатление, что мы живём в одном городе. У меня тоже складывается такое впечатление, если честно. Я запросила у Алисы, какая сейчас погода. А погода, оказывается, такая же, как у нас в Саратове. То солнце, то облака затянут небо. Хмуро, дождь. И дождь в Саратове, знаете, нет такого дождя, как вот в Твери был. В Твери был такой проливной дождь. Он льёт сутками. Знаете, как у Алисы спрашиваешь, когда закончится дождь. Она говорит, что не закончится никогда. Сегодня я на губы нанесла нюдовую помаду. И хочу сверху ещё пройтись блеском. Блеск у меня, девочки, вот такой вот. Голографический, очень красивый. Ладно, всё, побежали. Пришла к мамуле. Мамуль, привет, передавай. Девочкам. Привет. И мальчикам. Мама меня кормит. Вот так щит увидишь. Щами кормит. Здесь и морковь, и лук, и картофель, и свекла. И томатика немножко ты добавила, да? Ты как же щи без этого не было? Я как-то щи не очень люблю. Я люблю больше борщ. Но мама сказала, садись и ешь. Борщ, когда свеклы больше. А я свеклу немножко. Вот с куриным яйцом я вот вдруг надёрну. Я люблю, чтобы свеклы было много. Но борщ тоже буду. Всем приятного аппетита. Покушала я щей. Мама меня угощает кофе. Кофе мы будем пить вот в таких вот чашечках. Мамины любимые. Посмотрите, какие подарки. Стиль барокко. Золотые, турецкие. И чашечка красивая. И блюдечко. Посмотрите, блюдце само внутри. Оно прозрачное. По краям турецкий красивый рисунок. Очень мне понравились. Я говорю, мама, конечно, буду. Я сначала отказался. Я говорю, не буду кофе. А потом, почему нет-то? Вот в таких вот чашках самое то. Напились мы кофе. А теперь пришли с мамой релаксировать. Гладить кота. Посмотрите, какой он красивый. Это бенгал. Это Надежда себе делала подарок на день рождения. Да, мам? Да. Я всем говорю, что я ей сделаю. Мама была вообще против бенгала, потому что они крупные, красивые. И знаете, такие серьезные коты. Они прям вот... Это не домашний Мурзик. Так, ты сняла хоть немножко? Сейчас смотри. Да, я ее сняла. Сейчас сниму в животик. Ну, пузик это вообще красивый. Так, он напрягся. Все, меня трогают. Маленький мой. Ну, он крупный. Он такой, знаете, полудикий кот. У вас животик какой. Сфотографируй. Ага. Здесь такая полосочка идет. Такая... Ох. Лапы мощные. Да. А я на видео. А ты не нажал. А я на видео снимаю. Лапы мощные. Красивые. Красивые. Подарок замечательный. Красивые. Плот фон от тебя. Девочки, плюнем на него. Плюнем. Плюнем. Надежда даже постельное белье с кошками. Любит она кошек. Ой, ну какой он красивый. Ой, потянучки, потянучки. Потянучки. Хороший ты, хороший. Что на тебя? Все, пошли мы с мамой болтать. Сплетничать пойдем. Ой, какой. Рот, видел какой. Ага. Вот такую курточку я примерила. Смотрите, какая симпатичная. Желтая. Я думаю, что у меня цвет идет. Ну, вообще желтый идет цвет. Рукав длинноват, но у меня всегда длинные рукава, поэтому я заворачиваю. Или размер мне, может быть, нужно взять рукой. Что не очень меня устраивает, вот здесь вот нитки какие-то. Магазин дорогой, а нитки торчат. Следующая модель идет у нас такого более горчичного цвета, с эмблемой на рукаве. Капюшон хороший, вот ее, наверное, и возьму. Я в Ашане и зашла в отдел посуды. Смотрите, какие тарелочки интересные. Для пиццы, для пиццы, для пирога и вот такие вот пиалочки тоже. Внутри они глянцевые, а снаружи матовые. Точно такие же есть и беленькие. Очень симпатичные. Цена 120 и 108. Тарелки, посмотрите, какие интересные. Бренд какой-то, я не знаю, такой бренд. Смотрится неплохо. 160 рублей. Понравились мне вот такие. По 134. Я даже не знаю, такой бренд. Сидят два зайца. Из той же серии, с обратной стороны, они такие репленые. А здесь гладенькие. По 139. Посмотрите, какие тарелки персикового цвета. И к ним можно приобрести пиалочки. Тоже персик. А внутри горошек. И мне понравились вот такие вот кружки. Они очень похожи под металлические. Но нет. Стоит 271 рубль. И очень приятный цвет. Такой, знаете, стиль Прованс. Милота. А вот ложки я не вижу. Я ложку брала. Нет, ее все уже. Ну ладно, придется вечер. У нее длинненькая такая была. Сама ручка. Вот похожая на эту, но я показывала. Но не такая. Хотя, наверное, можно и такую взять. Нет, все, что удобнее было. Подожду в следующий раз. Ложка. Прикольно. Мне кажется, она для икры. Кто знает, зачем нужна такая ложечка. А, для мороженого. Креманочки для мороженого. Ну, не только для мороженого. Можно и для варенья, джема. А здесь у нас стенд со свечами. Смотрите, какая красота. Осенняя тематика. Прям желтые свечи. Но они без аромата. И также можно здесь подставочку купить. Вот так вот подставочка. И на нее свеча. Симпатично будет смотреться. Есть в красном, в бордомом цвете. И таблеточки. Таблеточки я уже купила себе. С ароматом корицы. Здесь есть и корица, и кофе. И лимон, и мандарин, и персик. Все, что угодно. Так. А вот лаванда. Интересно, пахнет ли аромат? Да, девочки, аромат есть. Так, а здесь еще пион есть. Так, свеча. Столбовая, ароматическая, пион, да. Отдел с текстилем. Прихватка. Посмотрите, какая прелесть. Но у меня уже есть прихватки с лавандой. И варежка. Ну, мне кажется, варежка очень большая. Вот моя рука и варежка прям. 103 рубля и 55. Но не нужно. Были бы плотенчики. Хотя у меня и плотенчики есть с лавандой. Как бы все есть. Ничего не нужно. Скатерти. Тканевая, да. Как-то сказала, Япония. Вот это вот клеенка. А здесь, мне кажется, ткань. Да, ткань. А вот кружева, они полипропилен. И цвета какие есть. Цвета одни и те же. Тканечки, кастрюльки. Посмотрите, вот сколько стоят вот эти вот стаканы для напитков. 205 рублей. В фикс-прессе, конечно же, дешевле. Тяжелые. А если еще туда что-то положить, чтобы приготовиться, это очень-очень будет тяжелое. Я хочу кастрюлю какую-нибудь новенькую купить. Знаете, для каш. Вот из такого. Я одну купила. Хочу еще. Как бы не вывалилась крышка. Кто маму ждал? Кто маму ждал? Я заехала с работы домой. А перед этим заехала в маяк. Вы знаете, в маяке я обнаружила, что замечательная каша вот эта овсяная. Овсяная с яблоком. Там, кстати, на оценнике написано овсяная с яблоком и с персиком, по-моему. Но с персиком не было. Я заглянула второй раз туда. Нет. Значит, или не было просто в наличии, или вообще не было. Так. Что я хочу? Я хочу достать вот эти вот картинки. у меня здесь лежат запасные салфетки. И я... У меня здесь такая удобная табуреточка. Покупала, по-моему, я в Светофоре. Ну, прям супер табуретка. Хочу сложить сюда из коробок вот эти пакетики. Пакетики с кашей. Там, кстати, есть каша. Я вам показала обзор. Есть и растворимые каши, как вот у меня просто запаривается овсянка. Или есть, чтобы варить. Уже на выбор, какой вы хотите. Но цена прям демократичная. Хочу вот из этих коробочек переложить пакетики, потому что коробочки будут занимать много места. Совершенно они не нужны. В каждой коробке у нас здесь сколько? Пять пакетов. Ну, как раз в корзинке все и уместится. Все-таки корзинки это классно. Сейчас в магазине Fixed Price корзинки стиль лофт металлические. Не знаю. Они мне не особо нравятся. Ну, металл я с вами согласна, вполне. Пластик тоже не вариант, но стеклянные контейнеры тоже не вариант. Поэтому металлические черные черные вот эти вот стиль лофт мне не понравились. Я знаю, что многим нравится, что многие с удовольствием покупают. И если бы мне подходило по дизайну, подходило бы по моему миру ощущения и желанию, я бы, наверное, тоже купила. Но они мне только нравятся, как они в магазине стоят. и все. Уместится или не уместится, я думаю. Один пакетик на завтрак. А то мне, кажется, некогда варить. Я убегаю или голодная, или просто с бутербродом. Вот так вот. Вот. Все и прям классно. Эти корзинки я покупала в Экспресс не очень давно. По-моему, перед отъездом я организовывала в квартире шкафчик в ванной. И там мне нужны были одинаковые вот такие вот корзинки органайзера. И у меня все в едином стиле. Были розовые. Вот так вот они стояли классно. Были сначала старые, старые. Помните, по 36? Они все вот на них нажимаешь, и они разрушались. Я не знаю, с чего они были сделаны, но явно из дешевого какого-то пластика. Мы сами подумайте, корзинка 36. Мы хотим, конечно, чтобы все было дешевле, но не всегда это качественно. Здесь вот корзинка. Посмотрите, какой пластик. Я понимаю, что металл будет служить долго и не разрушится никогда, мне кажется. Но вот пластик все-таки по дизайну мне лучше. Мне больше нравится. Хотя этот стиль лофт мне нравится в корзинках, в полотенце-сушителях, в посудохранителях, во всем таком. Стойка под полотенце, под такое, бумажное, тоже классно, и под доски. Вот я думаю, может быть, мне подразделочные доски купить, но пока еще не уверена, если честно. Я всегда думаю, а потом уже покупаю, если я вот надумала точно. Так, вот эти коробочки я сейчас все выбрасывать не буду. Я вырежу вот этот вот картон с одной стороны, с другой стороны и выброшу только вот эти вот штучки, рючки. А сам картон оставлю. Почему? Потому что поделки, переделки, под Новый год нужно будет какой-то картон, что-то. А времени будет перед Новым годом как раз мало, потому что конец года много нужно будет делать на работе и дома. Бегать картон искать. У меня будет картон. Все. А теперь налью себе чаю. Чай с медом сделаю. Мед полезен. Сейчас тем более осенняя такая противная погода. Вот с утра у нас, допустим, лил дождь, да, после обеда солнышко выглянуло. Но это замечательно. Солнышко это классно. Вот такую вот куртку я купила, девочки. Ну, в принципе, как я и хотела. Такой горчичный цвет или желтый, или светло-горчичный. Я не знаю, как хотите, вот так и назовите. Почему сразу не показала? Потому что меняла куртку. я купила да, давайте я расскажу сначала о куртке. Два кармашка. Кармашки идут у нас на молнии. Молнии с какими-то вот тут брелочками такими. Ну, в принципе, это не важно. На молнии и заклепках имеет вот такой вот широкий большой капюшон. Почему сразу не показала куртку? Потому что я ее меняла. Я пришла померила. Ой, лохматая. Пришла, померила. Александра сказала, что большую взяла. Я взяла пятьдесят четыре размер. Но померила. Муж сказал, что Светлана, ну куда? Во-первых, она мне и здесь широка, и здесь широка. и я в свободное время, в течение четырнадцати дней, как положено, я пошла и вот поменяла. Сейчас решила вам примерить, так как ухожу. И можно надевать шарфик. У меня вот горчичный прям цвет. Также есть, помните, такой гофре желтый. Ну, правда, не знаю, розовый сюда пойдет или нет, но розовый подойдет у меня к другой куртке, к черной или к синей. в принципе-то. Но к этой возможно прям вот два шарфика будет самое то. Плюс, конечно же, никто не отменял Павло-Пасадские платки. Я их люблю и буду носить. Вот такая вот курточка. Пишите, вам понравилось или нет. Еще решила вам показать без шарфика, потому что шарфик горловину все закрывает. Можно вот так вот не застегивать под самое горлышко. Можно застегнуть сейчас. Мы с вами застегнем. Вот. И отстегивается у нас капюшон. Капюшон у нас на клепочках идет. Не на молнии, а на клепках. Потому что, возможно, с шарфиком не совсем понятно была. Вот такая курточка. Мне она понравилась. Понравилась сначала цветом, потом понравилась она брендом производителем. Я надела капюшон. Мне капюшон понравился, потому что, знаете, капюшоны такие, что... Ну, что я вам говорю. Капюшон накинешь, а он как-то или мелковат, или наоборот, он слишком сюда большой, или что... Ну, много критериев по курткам у меня, допустим. Но я думаю, у вас, как у любой женщины, правда же, девочки? А, забыла сказать, взяла я 52 размер, потому что 54 я сдала, он был великоват. Сейчас необязательно сдавать с чека, можно и без чека, но я сохранила чек. Я пошла на третий день, по-моему, я уже не помню, на какой день я пошла. Мне кажется, на видео через экран смотрится желтой курткой. Ну, я еще попробую на улице, попрошу мужа снять, посмотрим, как будет смотреться. Прямо такая, знаете, горчичка посветлее шарфика. Я думаю, прям хорошо будет. Спасибо. Спасибо.